Документы от родителей первоклашек в 53-й школе Шимкента принимают сразу два специалиста. Желающих подать документы онлайн в первые дни июня оказалось настолько много, что электронная база моментально дала сбой. Пришлось идти проверенным путем, издавать документы непосредственно в школе. Это зависит не от нас. Как только заработает электронная база, сразу начнем принимать документы. От электронного нововведения пришлось отказаться и Малике Авдиевой. Подать документы, не выходя из дома, у женщины так и не получилось. Маме будущего первоклассника ничего не оставалось делать, как встать вместе с другими в длинную живую очередь. Аналогичная ситуация наблюдается и в школе номер 42. У меня дома есть интернет, скорость хорошая. Попыталась самостоятельно зарегистрироваться, а официальный сайт для регистрации не работает. Пыталась я неоднократно, ничего не выходит. А сбой произошел из-за большого количества посетителей. Из желающих зарегистрировать ребенка в первый класс система не выдержала такой нагрузки. В городском отделе образования уверяют, никаких проволочек быть не должно. Все оформляется в течение 5-10 минут. Главное, чтобы родители подготовили все необходимые документы. В первые дни желающих зарегистрироваться оказалось очень много. В связи с этим электронная база вышла из строя. Но буквально в последние дни мы наблюдаем спад и проводим работы по устранению неполадок. В этом году порог первого класса переступит порядка 121 тысячи шимкентских детей. Сегодня немногим более 2000 родителей смогли подать документы на зачисление в первый класс. Впереди еще два летних месяца. Родители надеются, что электронная система регистрации наконец заработает. Иначе о какой прозрачности, удобстве и искоренении взяток при поступлении в школу может идти речь.